Всем привет! Сейчас едем в Филадельфию. Этот Love Park тоже является одной из самых крутых достопримечательностей. Здесь часто фоткаются именно. В общем, в этом зале вся экспозиция исключительно состоит из мебели. Да, с фотраса со знаменитым Рокки выстраиваются целые очереди. А это место, где все самое первое и самое старое. В 3.40 я попаду в эту мекку американской независимости. Будучи в Филадельфии, нельзя не отведать филадельфийский чиз-стейк. Поэтому хочу съездить в один райончик. Думаю, вам тоже будет отчасти интересно. Всем привет! Сейчас едем в Филадельфию. Это город, который располагается в сайте Пенсильвании. И, как известно, это была первая столица Америки, Соединенных Штатов Америки. В Филадельфии уже был год назад. Город мне понравился, но провела там всего пару часов, а сейчас пообщался со своим другом. Ром, я посоветовал сходить в несколько мест, таких туристических основных. Но вот туда и отправимся. На улице так холодно, что даже рука сводит камеру, потому что не хочется достать. Градуса 2, наверное, всего. Я что-то не могу понять, почему столько много людей в фольге обернутых. Они еще думают, что они конфеты. В общем, секрет фольги раскрыт. Оказывается, все, кто сейчас в фольге обернуты, это те люди, которые сейчас в фольге обернуты, это те люди, которые пробежали в аэрофон. И для того, чтобы им не заболеть, организаторы выдали вот эти вот накидки. Такие обернутые буррито ходят по всему городу. Филадельфия является самым крупным городом штата Пенсильвании. Основана она была в 1682 году Уильямом Пеном. Именно от его имени и происходит название штата. Ну а статуя основателя украшает верхушку городской ратуши, которая стоит в самом что ни на есть центре города. После завершения строительства это здание удерживало звание самого высокого небоскреба в мире на протяжении семи лет. Рядом с ратушей расположился Лав Парк. Этот Лав Парк тоже является одной из самых крутых достопримечательностей, здесь часто фоткаются. Именно с этой инсталляцией любовь спасет мир. Любовь. А вот кому фольги не хватило, приходится скриваться по старинке. Филадельфия также известна по более короткому названию. Американцы ее просто называют Филой. С населением чуть больше 6 миллионов человек, Филадельфия является седьмым по численности мегаполисом в США. А также вторым после Нью-Йорка по количеству этнических итальянцев и ирландцев. Из тех улиц, по которым мне Руслан порекомендовал пройтись, это как раз Чеснот и Волнет. Что-то у них с орехами. Какая-то мания. Так вот, на улице очень холодно. Наверное, мы по этим улицам лучше проедемся. Повернем на Маркет и поедем в тот самый музей изящных искусств, о котором он тоже рассказывал. И там рядышком стоит статуя Рокки. Знаменитому Рокки, который в четвертой серии побил все-таки Ивана Драго. Да, потому что, как вы знаете, события фильма разворачивались именно в Филадельфии. Этот итальянский жеребец, которого сыграл Сильвестер Сталлоне. Между прочим, именно этот фильм, он не только выиграл Оскар. Он там насобирал кучу наград. И это была дебютная работа Сталлоне. Ну, помимо, конечно, вот этих порнографий, в которых он успел засняться, дабы концы с концами свести свое бесславное прошлое голливудское. Так вот, он когда написал этот сценарий, одно из условий заключалось в том, что он должен был сыграть главную роль. Потому что Сталлоне, прежде всего, хотел реализоваться как актер, а уже потом как сценарист, режиссер, продюсер. И фильм выиграл Оскар, произвел фурор. И вот мы сейчас поедем, посмотрим вот эти места. Там стоит уже, как мне сказали, я еще, естественно, не видел. Сейчас вместе посмотрим, что там стоит статуя Рокки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, с фото со знаменитым Рокки выстраиваются целые очереди. Как вы видите, да? Памятник очень популярен. Ну и разнообразием позировки фотографирующиеся, конечно, не блещут. Такое ощущение, что ступеньки интересуют туристов намного больше, чем непосредственно здание, которым они ведут. А здание это Филадельфийский музей искусства. Художественный музей Филадельфий открыл свои двери в 1876 году в рамках Всемирной выставки. Произошло это в год столетия принятия в США Декларация о независимости. В общем, в этом зале вся экспозиция исключительно состоит из мебели и домашней утвари. Именно так зажиточные американцы обставляли свои дома. Сегодня это один из самых крупных музеев в Соединенных Штатах, который содержит более 200 тысяч экспонатов. Пабло Пикассо. Музей интересный, представлено много интересных работ, но сказать, что он прям обязательный и к посещению. Есть, конечно, музей поинтереснее, но тем не менее, я думаю, все равно, если в Филадолфии заняться нечем, это будет одно из мест, куда, наверное, стоит сходить. Судя по всему, по улице с этими флагами проехаться не получится, а здесь готовится... Да, она перекрыта вся. В общем, как мне полицейский сказал, когда я его спросил, могу ли я вдоль дороги перепарковать машину или нет, он сказал, что нет, скорее всего, заберут, потому что планируется проведение, как они говорят, March for our lives, который сейчас проводится повсеместно во всех городах США и приурочен как раз к этим событиям, которые развернулись месяц назад в школе во Флоридской, где 17 подростков были застрелены. И вообще, это тематика, которую я там немножко раскрыл одной из серий про оружие, когда мы ходили на эту выставку. В общем, здесь, да, собирается акция протеста и народ будет требовать каких-то изменений в законодательстве по части ношения оружия, его покупки и, в общем, все, что с ним связано. Но, не знаю, смогут ли они продавить Конгресс, потому что, к сожалению, ситуация в Штатах сейчас такова, что все эти конгрессмены, сенаторы, они, как правило, лоббируют интересы крупных монополий, а НРА является одной из таких. И, естественно, все они сидят на откатах, чтобы ни в коем случае, ни своими законами не повлиять на их рынок, рынок оружия, потому что он огромный, это мультимиллиардная индустрия. Ну, посмотрим. 800, по-моему, тысяч человек уже в Вашингтоне вышло. Не знаю, сколько соберется в Филадофии, может быть, уже получше нам посмотреть. Ладно, сейчас тогда попробуем другим путем добраться.